Победа в этом матче досрочно выводила Газовик в Премьер-лигу. Хабаровчане, напротив, находятся в опасной зоне и для них дорого каждое очко. Потому неудивительно, что они в матче с лидером решили сыграть строго от защиты и, как и в первом круге, добились ничейного результата. У оренбуржцев, что естественно, были неплохие моменты. Навес на точку головой замыкал Орабьев, хорошо штрафной сориентировался Апаев. Обоим в завершении не хватило точности. Во втором тайме хозяева продолжали владеть инициативой, а гости оборонялись. Евдокимов усилил нападение, выпустив восстановившегося Делькина и в самой концовке Саталкина, который на последних минутах имел шанс на победный гол, но мимо. В итоге 0-0 соперники остались при своих. Что касается самоотдачи и тактической зрелости команды в оборонительных действиях, умения вести единоборство, а также умения вести единоборство, мы в этих компонентах Газовику не уступаем. Даже с учетом того, что сегодня Газовик это на уровне ФНЛ, это просто машина, которая, скажем так, противостоять очень сложно. Владели инициативой и практически ничего не дали создать там сопернику. Но опять же, не то что реализация, да и реализация тоже, да, там были моменты забить гола. В целом опять не хватает мастерства в завершающей стадии, к сожалению. В оставшихся пяти турах Газовику вне зависимости от игр конкурентов достаточно набрать всего два очка. Ближайшая встреча 2 мая в Саратове с Соколом. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня.